Happy birthday! Всем привет! Сегодня я решила снять такое небольшое коротенькое видео о том, немножечко как мы провели день рождения Дэньки и что нам подарили. Итак, давайте начнем с того, как мы вообще провели свой день рождения, что нам подарили и еще расскажу некоторые события из моей жизни. В первую очередь хотела поделиться с вами марафоном желания, о котором я вам говорила. Я его наконец-таки прошла и теперь смело могу вам рекомендовать пройти его. Я уже в сторис, в инстаграме говорила, что невероятный марафон, невероятная женщина, которая его ведет. Я даже думаю, что любой человек, который уже знает в мире все и так у него исполняются желания по велению своего сердца, все равно пообщавшись с этой женщиной и пройдя этот марафон, для себя откроет что-то интересное и новое. Я уже рассказала все это своим близким, у меня уже подружка Лена записалась на марафон Блиновской, мама очень хочет пройти и многие другие. Все те, кто видели, как я воодушевлена на моем примере, сразу же захотели посмотреть, что это за марафон и что там такого интересного. На самом деле, сразу могу сказать, девчонки, кто хочет, чтобы исполнялись желания, кто не может понять, что он хочет в этой жизни, как работать со своими страхами. В этом марафоне все это четко и по порядку. То есть после марафона вы сразу определитесь со всеми своими желаниями, истинными желаниями, потому что бывает, что те желания, которые мы изначально себе наметили, на самом деле это не совсем то, что нам нужно. В общем, работа с желаниями, работа со страхами, у нас у всех очень много всяких страхов и препятствий. Все в этом марафоне разложат вам по полочкам, и вы будете просто стремительно идти к своим целям и свершать и реализовать все свои мечты одну за одной. Кстати, у Блиновской, я знаю, марафон начинается 26 числа. Я ссылку какую-то оставлю под видео, не знаю, посмотрю на сайт или, может, на ее инстаграм. В общем, заходите, загляните, посмотрите, там даже, по-моему, есть возможность пройти бесплатную неделю, а потом решить, хотите вы дальше продолжать или нет. Но лично у меня сомнений не было, и я вообще счастлива, что я попала на этот марафон и его прошла. Мне он очень понравился, и, в общем, я потихоньку реализую все свои желания, он все супер. И вам рекомендую, естественно. Поехали дальше. Как мы провели день рождения? На самом деле, я не собиралась праздновать день рождения. Я сначала давно собиралась праздновать, потом что-то я решила не праздновать. Но всех своих близких все равно хочется увидеть. Торт я все равно заказала. И, естественно, крестная, крестный брат мой, мама и сестра, естественно, все захотели прийти. Ну, и я захотела всех собрать и пообщаться. Поэтому я решила не снимать ничего такого отдельного, а именно, знаете, в домашнем. У меня что-то не хватало, не хватало так родственников рядом. Я прям решила в домашней атмосфере, обстановке просто вот собраться и поболтать. Тем более детей у нас было немного, всего трое. То есть мой младший Денька три года, моя Настюшка, ей уже четыре с половиной. И Тимуру уже будет 10 лет в декабре скоро. Вот. Они очень прекрасно ладят, находят общий язык, веселятся. В общем, и в этот раз, кстати, они очень тихо себя вели достаточно. Очень много времени дали нам взрослым пообщаться. Такие молодцы у нас детки. В общем, прекрасно провели время. Денька задул осознанно уже свечи. Это вообще клево. Три года. Я могу вставить сюда некоторые кадры. Ура! Ура! Молодцы все! Давай черт. Раз, два, три. Ура! Понравилось! Молодцы! Все, понятно? Вот такое семейство у нас. Пойдемте тортик кушать. На ручки возьму. Подожди, Деня. Покажи нам тортик. А-а-а! Какой красивый. Троечка светится. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Субтитры создавал DimaTorzok Я не стала снимать день рождения Дэнни, потому что что-то в этот день мне захотелось отдохнуть А все равно, когда ты снимаешь, ты берешь эту камеру, ты вечно ищешь какие-то кадры О, вот это вот надо снять, вот это надо снять, вот это надо показать И я просто хотела отдохнуть Тем более я знала, что снимала Кристина, снимала мама Поэтому я думаю, ну пусть они снимают, я буду расслабляться А вы посмотрите на их каналах какие-то кадры с нашего дня рождения Было очень много гостей, наши родственники все Вот, поэтому день рождения мы провели круто Ну и что же нам подарили? Давайте начну с того, что подарили в садике Кстати, как мы отмечали день рождения в садике? Вообще там можно было отметить как-то грандиозно Заказать аниматора или еще что-то Но я что-то все в последний момент делала Я единственная, что... Они все равно поздравляют в садике, да, ребенка Все-таки я думаю, что он еще не совсем понимает, что у него вот прям день рождения Не вижу смысла вкладывать много финансов в это все Я считаю, что этот праздник вот 2-3-1 год Это больше для взрослых Мне особого праздника не хотелось У меня другие задачи, сейчас какие-то другие цели Поэтому я вижу, что ребенок еще не понимает, что у него прям день рождения Он не ждет прям, ой, этот день рождения А потом после дня рождения Вот у меня был день рождения То есть у нас такого еще нету То есть он еще маленький Может быть в 4 года это уже появится И тогда, конечно, совершенно по-другому буду устраивать ему праздник Вот, но в садик я взяла печеньки Такие карамельные печеньки Не помню, я расту или что-то такое Там несколько печенек Это Денькины любимые печеньки И сок взяла обычный, агуша И вот они раздавали деткам И поздравляли Деньку вот такие вкусняшки И нам подарили в садике вот такую вот книгу Которую сегодня утром Денни уже принес мне Говорит, мама, смотри, что подарили Вчера просто бабушка забирала его с садика Вот И он листался и говорит Вот-вот, вот-вот, смотри Книжка красивая, с яркими картинками В общем, здесь несколько сказок, я так понимаю Волшебная лампа Аладина и госпожа Метелец Добрый сказок Спасибо нашему садику Его уже, наверное, скорее всего Скоро переведут в старшую группу Дальше сестра Сестра всегда очень часто Мне спрашивают Селена, что подарить-то малышу в таком-то возрасте Что подарить мужу, что там еще Сейчас я вам скажу Конечно, очень круто Когда у вас доверительные Такие отношения, как бы, да, и простые То есть вы не пытаетесь там сильно Сюрприз какой-то устроить, да, там И так далее, ну, то есть родственные Да, сестра мне звонит и говорит Может быть вам что-то нужно Это на самом деле один из лучших способов Подарить нужный хороший подарок Когда вы звоните и говорите Что-то нужно Если ребенку нужно там что-то из одежды Что-то из обуви Или действительно там нужен там велосипед Мяч какой-то, да, кепка Я не знаю, игрушка какая-то конкретная То вы можете об этом сказать Но у нас, как правило, все есть И реально я даже, ну, как бы Нет такого, чтобы я могла что-то заказать Но как раз-таки своей сестре Она была первая, кто мне позвонил Она как раз-таки попала на то, что я говорю Да, теплых штанов у нас нет Мы из всего выросли Она была как раз у дочки-сыночки Говорит, я вот тут хожу, выбираю игрушку Или еще что-то Я говорю, бери штаны Она сфоткала мне штаны, короче Я выбрала штаны утепленные вот такие вот Нашего размерчика 104 мы берем Хотя у нас рост 95 сейчас, да Я беру более длинный Потому что штаны все время там Он пока бегает, закатывается Чтоб не закатывается Вот с таким начесом И вообще я ему присмотрела найки Кроссовки там прикольные Я как раз-таки синие полоски эти увидела И подумала, что с этими кроссовками-найками Будет клево Но когда мы с Денькой ходили Он что-то не хотел их одевать, эти кроссовки Говорит, мне нравится, не хочу Ну, я думаю, он просто выпендривался Ну и сестра также говорит Я решила взять костюмчик Решила взять вот такую вот кофточку С длинным рукавом Говорю, отлично, молодец Она говорит, хотела взять с начесом И правильно, что с начесом не взяла Потому что, ну, вот такую кофточку Везде можно, да Ты одел, а сверху тепленькое Что-то снял и все И в этой кофте он гоняет Как раз-таки по осени И даже где-то в помещении А если бы она была с начесом То уже в помещении, например Надо было бы снимать Ну и с начесом тем более у нас есть Так что моя сестрица угадала Все хорошо Ну и взяла пазл вот такой вот Пазл Денька любит Он хоть и не собирает их, да Не разбирается Но ему нравятся эти картинки Он любит что-то складывать Что-то делает вид, что собирает Поэтому первое, что он схватил Это пазл А первое, что я схватила Это вещи Спасибо, сестричка моя дорогая Это очень нужный подарок Который мы будем носить уже в этом году Моя тетя пришла с огромным подарком Мы сначала думали, что это игрушка Она говорит, нет, это не игрушка И когда мы достали Приятно удивились Смотрите, это такое прям кресло Кресло для нашего королевича Очень прикольное Здесь вот такая вот подушка Облакатюшка Тут, кстати, змейка какая-то Марин, ты не смотрела? А, синтепончик Там все на синтепончике В общем, прикольная вещь И первая, кто ее заценил, это я Деньке еще придется привыкнуть К этому собственному креслу На котором он как раз таки может смотреть Мультики, планшет В общем, прикольная, веселая игрушка И такой вот классный напольный диванчик Для ребенка Нам очень понравилось Мне понравилось Спасибо, Маришка Следующий подарок от брата Брат ничего не спрашивал На свое усмотрение взяли Смотрели какие-то игрушки И, в общем, говорит, мне так понравилось Что я захотел самому себе Мы не распаковывали еще Я говорю, я сниму видео сначала с игрушкой Потом все распакую Денька как бы он обрадовался Он ходил вот с этой вот коробкой долго А потом он ее поставил Я быстренько ее спрятала Он и не вспомнил Ничего, у нас много игрушек Днем позже, днем раньше Он не поймет Здесь какой-то у нас автобус Здесь все, можно что-то собирать А внутри там какой-то чемоданчик Еще игрушки В общем, хотела открыть Итак, Виталя и Наташа Смотрите, что вы нам подарили Вот такая машина А-а-а Здесь три колеса, смотрите, есть А здесь нет И это надо собрать О, Денька как раз может сам собрать Я ему покажу, как это делается Здесь у нас идет такой чемодан Который открывается О, и здесь внутри у нас вот так машинка А, он снимается даже О, он снимает О, ух ты Прикольно В общем, он открывается И здесь внутри еще четыре вот такие вот машинки Заводнушки Смотри, они заводятся Вертолетик, машинка полицейская Пожарная А это какая-то просто милая Ну, типа скорая, наверное Но она такая милая, розовая Клево Я не буду до конца разбирать все это Потому что Деньке, думаю, самому интересно будет полазить Мы поиграем с ним И вот такая вот машина Кстати, здесь вот есть отверточка Вот она, она Синенькая И здесь вот такие отверстия Которыми можно крутить Все разбирать Вот здесь Вот здесь все что-то снимается Колесики разбираются Какая-то кнопочка здесь Что она делает В общем, интересная такая игрушка Как раз для возраста Деньке Большое спасибо Супер, супер Кристинка, она же является крестной Моего Денечки Была практична Подошла к подарку практична И подарила нам кругленькую сумму На день рождения На которую, как раз-таки, я думаю Я и куплю ему кроссовочки Найки И еще обязательно нужно что-то к зиме Потому что он вырос со всех вещей Так что можно смело сказать Что крестная одела Деньку на зиму Я еще не ходила Ничего не присматривала Но деньги лежат И все будет куплено и потрачено Исключительно на крестника Что подарила я Я ему заранее дарила уже подарок Потому что ему, я помню, понравилась Как-то на площадке Машинка Прям мальчик дал ему поиграть И он прям радовался Я подумала Ну куплю ему такую машину На пульте управления заранее Пока хорошая погода Пусть играет И я увидела Купила вот такую машину Которая вертится вот так Вот по своей оси Еще меняет, короче, там Меняет свои положения Вся светится В общем, такой пульс Здесь со всех сторон Но Денька Вообще не стал в нее играть У нас на площадке Другие детки В эту играли В эту машинку Что-то она ему не понравилась Еще она очень быстро Разряжается На дне рождения Повеселились Они что-то поиграли с ней дома Но она очень быстро ездит Какая-то скоростная машина Что здесь она в доме Лучше с ней не ездить Она может поразбивать Там зеркала Или что-нибудь Вот Поэтому я ее обычно На улицу Но как-то не особо часто беру В общем, мой подарок Денька не заценил Еще на дне рождения У нас был очень красивый торт Мы заказали его Одной из моих подписчиц Она уже делала для меня Как-то сладюшки Очень-очень вкусные Мне понравилось И я у нее заказала тортик Тортик был очень вкусный Всем гостям понравился И Деньке понравился Он даже так пальцем Слизывал с него Сверху была не мастика На этом тортике А был крем Сметанный Или вот какой-то Сырно-сливочный Был очень вкусный И Денька его вот так Слизывал Я рассказала О части подарков Которые могу показать И те гости Которые были у нас Естественно У нас еще были Другие подарки Которые я оставлю За кадром В основном Это, конечно Финансовые подарки От мамы От моего любимого Ну вот и все Прошел день рождения Как всегда Все было самотошно Весело Большое всем спасибо За внимание За подарки Лишний раз убеждаюсь Что с родственниками Надо встречаться чаще И хорошо Что вообще Есть такие поводы Дни рождения Наших детей И наши Мы вот Прям встречаемся На празднике Ну потому что Все работают Все заняты В общем Дни рождения Хороший повод Встретиться Со своей родной Все Я вас всех люблю Целую Всем спасибо И до новых встреч И прощаюсь До следующего видео Пока Пока